здравствуйте дорогие друзья мы сегодня поговорим о томатах как их распределять при заготовках какие то вот мы цельноплодно будем консервировать из каких-то будем делать томатный сок какие-то можно дольками вот в прошлый раз я вам целый список таких сортов назвала и у нас был сюжет именно про то как они созревают кистевое созревание обильные в общем такой был красивый ролик про сорта там мы все подробно рассказывали мне задали вопрос а куда у вас уходит такое количество помидоров зачем их столько но во первых мне очень приятно когда ко мне приходят и от меня уходят с каким-то сумками огурцов помидоров делать приятно такие подарки а во вторых я делаю очень много заготовок с томатным соком и вот сегодня у нас будет сюжет о том как сделать малосольные огурцы но не в обычной заливке вот обычным рассолом да а именно в томатном соке это совершенно несложно я сейчас весь процесс вам расскажу и самое главное что вот этот томатный сок который вы готовите его можно использовать для очень-очень многих заготовок смотрите и на зиму можно сделать такие огурцы то есть консервировать с уксусом как маринованные но это будет вот именно заготовка в томатном соке кто-то называет кровавые мэри именно огурцы типа кровавой мэри это можно сделать томаты в собственном соку и у меня есть очень красивые баночки там например вот такие желтоплодные помидорки в красной заливке смотрится очень здорово это вот например добара у желтый истевой такой созревание очень приятненькие они плотные они вот не трескаются до сих пор сейчас на сентябрь месяц и очень хорошо они по размерчику такие прям замечательные для самого томатного сока что мы берем это такие помидоры у которых при перезревании уже вот сентябрь да уже они висят все у них кожица тоненькая они начинают например вот трещинки давать какие-то да вот это дикий тимьян например вот это упала помидорка сразу проткнулась понятное дело что она лежать не будет ну и такие томаты мясистые прям вот классные я их очень люблю именно на томатный сок пускать как бычье сердце у меня есть бычье сердце знаменитые бычье сердце классический такие да бачье сердце компакты вот эти все сердца они очень мясистые они идеально подходят для такой томатной заливки Почему? А потому что она получается не просто такая жиденькая, она получается густая. И мне все вот именно задают вопрос, почему мои томаты в собственном салку такие вкусные. А потому что вот они из таких классных помидоров и сделаны. Их созревает очень много. Мы в салатах их просто реально не успеваем съесть. Еще, дорогие друзья, вот для тех, у кого аллергия, в прошлый раз это в ролике прозвучало, и мне отклик прислали. Как хорошо, что я назвала именно такие сорта, которые не дают аллергии. Это получается такой желтый сок. Он ничуть не хуже, просто он другого цвета. И там у аэлиты есть ряд сортов, которые дают такой вот желтенький сок, оранжевый сок, он тоже не вызывает аллергии. И получаются такие же абсолютно вкусные изготовки. Итак, про сорта поговорили, распределили как-то свои помидоры. И теперь мы будем делать уже непосредственно на огурцы. Смотрите, вот это огурцы, опять же, аэлитовские все гибриды. Тоже у нас отдельный сюжет есть о том, что это гибриды 21 века. Вот сейчас я их на память просто назову, что это бабушкин секрет, это великолепная пятерка, это щедрик, это чудо-хрустик. Вообще я сажала 6 таких гибридов. У меня 8 посажены в теплице, и еще 4, то есть всего 12 вот этих вот кустиков у меня посажены. И просто завалило урожаем, вот настолько их было много. Муж вчера собрал вот это ведро. Тут я отложила вот уже огурчики, и смотрите, какую я процедуру подготовительную с ними сделала. Помыла, естественно, и вот так хвостики у них отрезала. Теперь, что у нас идет в банку? Берем обычную банку, какую-то вы привыкли, литровую, двухлитровую, трехлитровую. На дно я режу всегда чеснок. Вот просто измельчаю на руке, как у меня это получается. Сколько его класть, это вот каждый решает, естественно, сам. Кто-то говорит, я много чеснока не кладу, кто-то говорит, чем больше, тем лучше. Ну вот я положу две таких долечки, достаточно больших, и дальше мы туда будем складывать уже все, что вы привыкли. Это может быть смородиновый лист, это может быть хреновый лист, да, от хрена. И я еще обязательно кладу вот такой любисток. Дорогие друзья, опять же мне говорят, ой, я любисток не люблю, потому что вот очень резкий запах получается. Я говорю, а сколько вы кладете? Листочек. Вот это листочек, это очень много на такую трехлитровую банку. Вот это тоже листочек, это много. Вот надо-то всего, вот, 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 сегмент один маленький. И это, кстати сказать, тоже из семян аэлиты. Вот когда я показала эту секретную травку, от которой мои огурцы такие замечательные получаются, вот этот аромат, он не всеми угадывается, и все спрашивают, а что это у тебя такое? Это из семян аэлиты любисток. Укроп. Он у меня в этом году, вот такой уже прям семена, буквально, поэтому я туда весь зонтик класть не буду. Смотрите, вот просто туда вот эти семена кладу, и все. Ну, вот хреновый лист я не знаю, буду класть или не буду. То сейчас в данном случае что-то я его не взяла сюда просто. Так, и дальше процесс очень-очень простой. Мы закладываем вот туда вот эти огурцы. Сначала вот таким образом мы их ставим вертикально, а потом, как уж получится, так и заполняем всю банку. Ну вот, смотрите, баночка у нас полностью наполнена. И дальше что мы делаем? Мы заливаем это все томатным соком, в который сейчас растворим соль и сахар. Я уже многим-многим раздала вот эти рецепты моих маринованных огурцов, малосольных огурцов. Там, в принципе, ничем не отличается рецепт, что малосольный, что маринованный. С той только разницей, что при мариновании мы стерильность соблюдаем и в конце уксус добавляем. А здесь стерильности никакой нет. Огурчики только помытые. И это у нас томатный сок, в котором мы растворяем соль и сахар. И можно это даже не кипятить. Дорогие друзья, есть два способа малосольных огурцов. Это холодный, когда заливка у нас просто холодной водой, рассолом холодным делается или холодным томатным соком. Второй способ, это когда то же самое делается, рассол такой же или томатный сок, но это все нагревается. Для чего нагревать? А для того, чтобы процесс засолки происходил быстрее. Когда горячий рассол, он лучше проникает в эти огурцы. И вот эти краешки тоже отрезаны с той же целью, чтобы более равномерно и ускоренно проникал рассол в эти огурцы. Есть можно буквально через сутки. И уже у вас будет такой именно малосольный прикольный вкус. Так, сколько соли и сахара? Вот здесь, смотрите, в мерном стакане у меня полтора литра томатного сока. Я не случайно это так отмерила, потому что всегда я кладу не на банку, а на количество литров то ли рассола обычного, то ли томатного вот этого сока. И что при этом достигается? А то, что у вас вкус всегда будет одинаковый, такой, как вы любите, сбалансированный по соли и по сахару. Кто-то говорит, что я совсем сахар не кладу. Кто-то говорит, что я кладу больше соли или меньше соли. И тут вы можете отрегулировать. Я рассказываю, как делаю сама. Вот смотрите, это у меня соль. И вот теперь внимание на ложки. Вот это современные ложки. Они тоже называются сейчас столовые. Но они какие-то десертные. Вы видите, насколько разница большая, да? Вот это ложка советского образца на полной столовой. И я вот эти ложки, вот их две, вот так выравниваю. Вот одна. И вторая, это у меня две столовые ложки без горки, идет на литр. Поскольку у нас полтора, то я кладу вот три столовых ложки. Все. Сахара ровно половину. То есть на один литр одну столовую ложку сахара. И можно чуть с горкой. Вот так. И поскольку у нас полтора, вот пол столовой ложки еще сахара. Все. Дальше еще какие идут специи. Ну вот сюда мы положили укроп, чеснок и любисток. Сюда же, да? Дальше лавровый лист я закладываю. И кто любит, а кто не любит, вот эти вот все специи, которые кладут именно при томатной заливке. Это у нас душистый перец и гвоздика. Плюс-минус там пару штучек. Вот. Вот какое-то такое количество. Лебесток тоже мы сюда кладем. Не помню, я его вниз положила или нет. Все. Видите, все компоненты у нас здесь находятся. Теперь, что мы делаем, а это мы должны хорошенечко размешать. Потому что вот когда у нас холодный способ идет заливки, в холодном этом томатном соке не очень хорошо растворяется соль и сахар. Поэтому вот как следует, как следует, как следует мы это должны все перемешать. Если вы с солью и с сахаром вскипятите, то у вас, конечно, уже все хорошенечко-хорошенечко разойдется. Ну и теперь заливаем. И вот видите, как все просто. И у вас будут малосольные огурцы в этом томатном соке. Сколько этого сока пойдет туда? Обычно полтора литра хватает. Но вот сейчас немножечко, может быть, не хватит. Знаете, почему? А, ну почти, почти. У меня там, кстати, еще осталось немножко. Вот. Знаете, почему? А потому что сейчас уже достаточно такие большенькие у меня огурчики были. Вы сами видели, да? А когда вот они идут такие маленькие, аккуратненькие, в начале лета они так плотно в баночку встают, что вот полтора литра точно хватает, еще даже немножечко остается. Это вот вы должны понимать. Но то, что вот здесь полтора литра, это очень хорошо именно рассчитывать, поскольку у нас норма идет на литр объема. Теперь о том, как дальше с этими огурцами поступать. Вот многие допускают, какую ошибку герметично накрывают эти огурцы. Вот есть пластиковые крышки, которые такие вот еще с ребрами жесткости. Они уж как присосались на банку, так и присосались. И оттуда никакие газы не выходят, понимаете? И поэтому говорят, фу, какие-то они вот как будто задохнулись, эти огурцы, да? Это вот именно из-за того, что вы плотно закрыли. Ни в коем случае этого делать нельзя. Вы должны какой-то крышечкой закрыть. Вот у меня она просто с дырочками, да? Бабушка у меня просто марлечкой накрывала. И эти огурчики должны простоять в комнате при комнатной температуре сутки. Чем выше температура, тем быстрее происходят эти процессы. Там брожение, кислинка такая получается. Вот, и после этого можно уже ставить в холодильник. Но опять же, ни в коем случае даже в холодильнике не накрывайте плотно герметичными крышками. Есть крышки пластиковые, но они свободные. Они без вот этих ребер жесткости. И они пропускают все-таки вот эти газы, когда они там пойдут. Самые вкусные эти огурцы, когда проходят двое-трое суток, вот они еще и малосольные. И в то же время все уже специи, вот они внедрились вот в эти огурчики. Они получаются такие очень вкусные. Теперь о том немножечко, как я делаю этот томатный сок. Вот именно мой способ. Дорогие друзья, вот на этот томатный сок, как я вам уже сказала, вот какие-то вот треснутые помидорки. Все плохое надо просто-напросто отрезать. Да, вот это очень сочнейшие помидоры. Вот это вот дикий тимьян, это супер, это просто вот на томатный сок бомба. Вот эти вот такие плотные, они мясистые, в них много мякоти. Это тоже для густоты. Пойдет вот типа вот этих вот, которые вытянуты, как столыпин. Да, у меня еще есть вот такие вот помидорки. Это очень сладкие помидорки. Вот эти вот дикий виноград Бреда, это просто супер. И вот когда я делала только из этих помидоров, дорогие друзья, такое чувство, что туда сахар добавлен. Так, все это порезали в кастрюлю, желтые, красные, там целая кастрюля вот этого сока получается. И просто надо прокипятить. Зачем кипятить? А для того, чтобы шкурка легко отходила уже. И когда я сюда заливала, вы видели, что там ни шкурок нет, ни вот этих зернышек нет, ничего не попадает. И там чистый томатный сок получается. Кто-то пропускает через соковыжималку, кто-то делает миксером, там через марлю выдавливает. Кто как хочет, то так и делает. В общем, это процесс просто получения вот этого томатного сока. Ну что, вот видите, какая заготовка замечательная. Хороших всем заготовок, чтобы все стояло, было вкусное. И еще встретимся с вами где-нибудь перед Новым годом. И всеми этими разносолами будем накрывать столы. Субтитры подогнал «Симон»!